Вот немножко дезинфиксировано также в Африке. С того момента, когда люди вышли из Африки, африканская культура многое изменение. Надо представлять её, думать, что вот люди, которые наши преды, вышедшие из Африки, они были похожи на современного жителя Нигерии или Келью. Взоре нет. Тут совсем не похожи. Ну, только чего кожа была, конечно, тема. И в Африке этот комплекс, наверное, был ещё тогда, давно. Что было раньше, 50 тысяч лет, в консорции не подрежали. Но дальше в Африке есть не только мужские союзники, но в Африке есть и женские союзники, чего нет и в Меланезии не в Меланезии. То есть в основном этот комплекс, он связан с инициацией мальчика, вот в обряды, как словно, были запугивания женщин, они действительно запугивают, женщины этого вовсе не родятся, но что-то. Мужчин-сильнее есть. И вот он, видимо, развился уже где-то в Левоско-Черназии, на Меланезии, вот на этой территории. Был ли он у наших предков, в континентальной Евразии? Сказать невозможно. Никаких свидетельств о его существовании здесь в любом полеолете у нас нет. То есть что там было 30 или более 43 тысячи лет назад в этом смысле, мы, конечно, не знаем. Может быть, у нас такие данные появятся, но пока нет. Ну вот как это выглядит. Индийцы в окненной земле, вот они, значит, наряжаются, вернее, расскажут от себя, они изображают духов, но и пугают женщин. Теперь обратимся к другому сюжету, очень известному в Америке. Вообще из всех, вот если взять такие сюжеты сомнительного содержания, связанные с сексом, и все прочее, то 80, если не 90%, это записано в Америке, южно-северное, и, очевидно, в Восточном Америке. Все остальное – это ерунда. Это не значит… Это вопрос не о, так сказать, распущенности или чем-то. Естественно, анекдоты в Африке и Европейского ООН. Я не про анекдоты, я про именно высокую вуфологию, только серьезную. Так вот, очень распространенный сюжет, когда женщины, или часто группа женщин, все женщины общины, сходя с каким-то там кайманом, тапиром, медведем, змеем, и чему-то, и что. Но муж или мужчины это обнаружили бы тут, убивали бы. Любовник, и мой большинство, чем происходит. В Западе Евразии нет ни одного такого случая. Точнее, один есть. Этот сюжет – это известный миф Пассифая, Минусе и рождение Минотавра, когда жена Минусе и Пассифая сходится с быком и в результате рождается Человечный Минотавр. Ну, все хорошо знают историю про Алиарх Пойтисея, про рождение Минотавра обычно меньше. Но это все Википедия есть, а легко знали. Запомните этот сюжет и запомните, что это древнее, это не случайно. Почему? Совсем не случайно. Вот казалось бы, где древняя Греция? Где Америка? Ну, вот именно не. Ну, а к этому в Пандау. Что делают эти мужчины с этим, значит, крокодилом или кто? Они отрезают ему какое-то честное тело и дальше подвинут чего-то другого, там, рыбки какой-то, кормят этих женщин или жених. Ну, и там, конечно, что в шоке, топится и вешается и что с ним ашу? Не бегает, становится мазоком. Так вот, эта история в континентарной Евразии тоже неизвестна, но есть одно исключение. И где это исключение? Это фабли французская, одно из фабли это городские рассказы. Ну, скажем, знаменитое собрание сказок «Тесчатые ночи», там сказок штурма, я не знаю, 50. Остальное это городские повести, на самом деле, какие-нибудь сказки. Так вот, все фабли как фабли, это прям неверных мужей жарит, но нормально, или там кто-то кого-то дурит, а одно очень такого махарбанного содержания был какой-то рыцарь, который согласнил всех жен других рыцарей, они убили этого рыцаря, и сначала передоумали, что это даже мерить и жачили. Это чистый южный мир, вот абсолютно. и для специалистов позднесредневековую литературу, там какая-то эпоха, эпоха альбекойских войн, что-то в духе, а может быть попозже, это что-то такое немыслимое, непонятно, откуда взянувшись. Но на фоне вот мираков это даже очень понятно, откуда умер в жизни. Так, опять мы в ту сторону уже, например, дим. Один из сюжетов, который очень интересует психологов. Вот несколько людей ко мне с психологическим образованием вращались, вот зубоскалоны это, наверное, значит видоскалон. Я не знаю, что субоскалон, я не психолог, но подавляющее большинство вариантов, в которых женщины считаются сексуально опасными, потому что они могут там зубы или полчебы отвозить, записаны в Америке и в соответствующих районах Восточной Азии или там Меланезии, Индонезии. В континентальной Евразии есть строго или только один случай сердцкая, сердцкая такая, да это не сказка, это что-то такое присказка какая-то. И что-то подобное на каждый момент, вроде бы, есть напомнящиеся ладыгов или карачаевцев, тоже такой источник, который редко попадается на глаза. А вот что есть, то, что Афанасиев заветно сказал, это анекдоты. Анекдоты, конечно, сколько оба. Пожалуйста, их гораздо больше, потому что их просто редко публиковали. Но важна вот эта дикатомия с одной стороны к высокой мифологии, серьезной, а с другой стороны анекдоты. То есть это не про то, что свойственно человеку, как вы, про то, как, какие исторические связи были между разными группами людей. Ну, и как примеры, таких примеров не так, чтобы очень много, но они есть, когда вот эта «Замовская луна», оно на памятниках парадного, монументального искусства. То есть это искусство, которое предназначено для обозрения. То есть это серьезная вещь, и не то, что это не кто-то там шушукается, а это официальная идеология. И вот на ту же тему сюжет, что женщины не имели рожать. Довольно много чего, и женщины не имели рожать, и у людей не было никаких телесных отверстий, поэтому они питались там паром или еще как-то. Вся церковь Техоокеанская область такая. Но женщины не умели рожать, и резали живот, соответственно, женщина умирала, каким образом люди вообще не вымерли в течение двух-трих поколений. Понятно, это шлифология, это не важно. Вот на какого рода истории записаны либо на северо-западе Северной Америки Уэзгий Мазон, либо на северо-западе Южной Америки. А кроме того, по всему, или почти точнее австромизийского мира. Ну, австромизийцы пришли с Тайванем, на Тайвань они попали откуда-то с Шальдуня. Это одна из довольно специфических параллелей между австромизийцами, то есть, ну, австромизийцы — это народы Тайваня, и Акеррии, и американскими индейцами. В принципе, их предки где-то могли в Восточной Сибири когда-то как так-то. Правда, есть еще очень редкие случаи в Африке. Они все записаны давно, потому что если в Африке была какая-то мифология, за 20-й век, ну, или, по крайней мере, за последние 70 лет, там почти еще, это записи одного очень известного британского этнографа в судно-территории Судана, которому это еще удалось сделать. Он, конечно, не понимал, какие ценности он записан, тогда мало кто понимал, что это все очень эфемерное скоррещение. Так что, может быть, этот сюжет в конечном счете даже и не будет. А теперь обратите внимание вот на какую вещь. Земледяческая мифология, которая объясняет, ну, почему мы занимаемся земледелем, откуда у нас там делены виды культурных растений, она заведомо не могла распространяться где-то в полярике, просто потому, что не было земледелем. И тем не менее, у нас тут есть такой необыкновенный вид. В Африке, Южной Сахары, в Индонезии и в Южной Америке у нас абсолютно одинаковый тип земледелия, который называется клубнеплотно вегетативным или, так сказать, с добавлением арборикультуры, то есть деревья, клубни, корневещи какие-то, ну, картошка сюда же. Янс, ботат, ну, ботат тебе подается, янс, мало кто видел, но в тропиках этого очень много. И один знак, вафли, это сокол, в Индонезе, это рис, в Америке это угодно. Казалось, вообще, логично, что мифология, если она вообще это замечает, она должна быть и там, и там, и там. Ну, будет ли она одинаковая, другой вопрос, но она должна быть и там. И что у нас получается? Ну, вот эти самые все, так логично. Получается у нас следующее, что в Африке, южнее Сахары, не только нет них, объясняющих происхождение культурных растений, но там практически нет вообще сюжета, объясняющих происхождение, особенно дикорастущих растений. То, что где-нибудь в Китае, в Европе это просто на каждом шагу Богородица шла, поранила, скопала коровьи, упала, поэтому эти листики красные. Это стандарт. Или там кто-то ледоедка, упала, поэтому корни иначе красные. Или еще что-то, пятошные. Для Евразии Америки это проходная тема, а вот в Африке это мир. Правда, там и земледелия говорят, что очень позднее. Это не передняя земля, не Китай. В Ганузе пределия попала в середине втором точке в Ганашей. Это уже царь Хамураб от этого времени давно. А уж Хеопс не был. Так вот, где мало этого. Мифы происхождение культурных растений в Индонезии, в Океане, Южном Америке, они не просто есть и там и тут, они одинаковые. Дерево изобили, или человек выделит на части, голова стала тыквой, пальцы стали ямцем, живот стал ботатом, что угодно. Вот это сколько? Это и там, и там, и там. Самая дальняя красная точечка, она условно поставлена там, где, ну, примерное, естественно, условие, где возникла ависть авистийская гуфология. В авистье там первоначальный бык, из этого быка тоже все возникло. Никаких параллелей этот авистийский текст ни в одной этой европейской традиции не имел. Ни в одной, даже ни в шпаку. Как это туда-то внеслось, настолько, большая загадка, вряд ли, с которой мы разберемся. А вот сходствами Донезии с Америкой, пожалуйста, но все-таки как? Как это произойдет? Ну, наиболее вероятное объяснение следующее, что первоначально это все было связано с дикорастущими, пищевыми, ну, и вообще полезными растениями. И потом уже независимо и в Азии, в Америке это было перенесено на культурные виды. Тем более, что в Южной Америке происхождение культурных растений, оно длительное, сложное, там, вообще-то очень трудно отделить, когда земляне нечалось, когда это усложненное собирательство. В общем, как пришли, так что-то стали заниматься. и если это так, тогда это может происходить по лиолиту, это шло тоже через Аляску. Тем более, что хотя бы один вариант у нас на Аляске есть, вот на Пасхове, где там какой-то черт гонится, в общем, этот черт упал, развалился на части, из его левой руки возник черника, из правой брусника, из глаз шикша, в общем, все ягоды, какие-то только клюка, все ягоды по списку. В принципе, это... А вот в Африке нет ничего. В Африке есть миф о том, как люди ничего действуют, точно по-английски называется breaking ground, то есть, там, матрибы или чем-то обрабатывают почву. Это там есть. А вот почему культурные растения появились? Так, и есть какие-то вещи, я все это не буду вам рассказать, о которых мы вообще не догадались. Вот, никакие данные архиологии на эту тему вообще никаких свидетельств не содержат в принципе. Мы не знаем, когда появились первые корзины. Ну, рано или поздно знали, потому что методика, она все и усовершенствуется, но вот такая, скажем, в Ирландии безалитическая потрясающая версия с 7-го тысячелетия до нашей, как вчера вот вывали из Торна. В черт пещере и черт оборота в Приморском крае там очень ранее есть материалы. Но в целом мы уверены, что в палеолите были корзины, но вот так, чтобы его можно было взять, мы не это. И в Южной Америке есть распространенный сюжет о том, как появились не корзины, а орнаментация. Вот орнаментация корзин, ну, отчасти плетение, отчасти орнаментация корзин, это трудно отделить одно от другого. Возникло потому, что люди смотрели на каком-нибудь змеи, или какой-нибудь змеи проплотил человек, а потом он, значит, отрыгнул его, и на его теле отвечали на все эти зоны. Вот что, много разных таких вариантов. То есть, корзины подавляются змеям, это устойчивый такой штаб. Даже в Ацтех это есть. Так вот, это же есть в Китае с определенной части и в Восточной. И больше этого нет нигде. В какой-нибудь корзину плетут и плетут, и, естественно, повсюду. Но параллели только там. И, соответственно, мы можем вот на основании этого факта довольно, ну, с высокой вероятностью утверждать, что корзины, во-первых, были в полиолете, а во-вторых, ну, наверное, даже там как-то художественно орнаментировали, по крайней мере, частично. Я уже довольно давно говорил, и наверняка все уже устаю, я покажу просто несколько таких фактов, которые касаются астрономии. Но астрономии сейчас люди мало смотрят на звезды, потому что в Петербурге что-то можно видеть, но даже не в городе, даже в сельской местности небо сейчас со свечами. Вот я, у меня еще было счастливое время, сперва, потом это прошло, в Туркмине, где было совершенно чего-то нет. Вот там может было созвездие лисички, там деревья, чего-то нет. А сейчас, ну что, олеон большая мельница, прияда на нее видит. Но нормальные люди, пока они жили в нормальном, безэлектрическом мире, ну, они взглядят на небо, как может незаметно прияда, не заменит прияда. Даже как много не может незаметно прияда. Но здесь известный диск из небра, там солнце, луна, плеяды, ну, наверное, рады не может начать. И вот, обратите внимание, ну, плеяды, ладно, а большая мельница, там есть такая вторая звездарочка Ковша, и звезда Битсар, и рядом снимали звездочек Ковша. Если у вас какое-то очень хорошее зрение, и в чем это занимаюсь, конечно, то вы ее можете увидеть. Это звездная пятая с половиной ничем, и многие люди по ней проверяли, в Риме по ней проверяли зрение. Если видеть алькор, значит, все как это. Так вот, а это орел. Пояс орел, и то, что мы, собственно, видим, точно подсадятся в глаза. Не сейчас, сейчас это, его надо смотреть в четыре ночи, а вот где-нибудь зимой там даже можно вечером. Там в Петергейсе очень яркая красная звезда, ну, где-то по воде в России. То есть, орел, запоминаешься, везде, это, как ли, большую медведицу, его не издяк за ним. И вот, что мы видим по поводу орел, то есть, по поводу большой медведицы. У людей, в общем, ну, так сказать, в циркум енисейском регионе, там история такая, пошли, трое обыков, они разные, национальности, один медведиц, другой вверх, третий, третий ханты, пошли охотиться на глося. Один ленится, другой спешит. У пояса второго охотника котелок подвешен. Ну, котелок, там, дайте, какой-то мешок, кожу, не важно, это не значит, что котелка не могло быть в поляре. Котелка не могло бы, но какой-то ерунда была. И они рано или поздно эту лось убивали. Четыре звезды охотник, большой медведица это лось, а три звезды это три охотника. И аж пор это петербург. И вот даже самая история есть в алганкина, пьерракеза, востока, северного, востока, северного. Только охотятся они на медведи, а не на лось. Это не люди разных национальностей, а разные птички, кардинал, сон, еще кто-то. Но тоже один ленится, новый измешек, и у пояса потянул. Между всем востоком, всем Америке, Сибири и прямой связи не было, естественно. Но ганкины, скорее всего, пришли достаточно недавно, но где-то в середине второго тысячелетия до нашей эры с Колумбийского плато. А на Колумбийском плато там все это есть, но только хотел ками. Но дело в том, что мифология вот этих трех групп птицов, где этот миф похожий на миф агентинов, и тем самым народу Сибири, она очень плохо, не мифология плохо известна, вот их представление разберут. Просто отрывочная. То есть, может, там и котелок будет, но мы этого уже никогда не знаем. Теперь другая история. Вот история связанная со звездом ореона. В Саяно-Алтайском регионе три звезды пояса ореона это три марапов. Ну, их три, но по сути дела иногда как бы по-рассказу их не три, а одна, но причем три звезды. И она три марапов. Безвергейцы это стрелка, которая пронзила животное и окрасила соответственно красный слег. А охотник, он где-то соответственно внизу и слег. Либо это ригель, либо это какая-то с давними орел. Это сюжет известный еще у казахов, но, кстати, это же карта такая компьютерная, и не надо так берегу на Тургайскую котловину казахов помещать. Это казахи восточный казахи Тарбагата. И Калмыния, ну как бы в 17 веке пришли из Джангарии, понятно. То есть это все сконцентрировано в Саяна-Алдаре. Кроме того, это есть в Индии как в Древней Индии, в классических индийских источниках Геннаже, так и у современных Индии записано было в конце 13 века. Ну, их следы следов есть в Индии. Так вот, то, что есть в Индии очень важно, потому что примерно никаких тюрк и монголов в Северной Индии в первом тысячелетии, где были во втором данной шеи, очень без разницы, не было. Тогда и тюрк-то, и монголов-то толком не было. иначе. Как современных. Значит, дело не в тюрках и монголах, а дело по реальным явлениям. То есть, и да, они пришли, и степей, нормально, но и принесли с собой вот эту снегную мефону. И вот то же самое есть в Северной Америке, тоже как три животных, только это антилопы или бизоны, и то, что в них стреляют, в общем, все то же самое. Все то же самое. И больше такого нет нигде. Точнее, есть. Это есть касанский миф о юге Африке, где тоже три звезды боя Сорвена, которые живут. Могло случиться, может быть, не случайно, но касанский далеко, если бы не случайно, какая-то очень глубокая реальность. Но вот эти связи между царем Алтая и еще как западного шарикой формы и с одной стороны, и Таежной Сибирью, и более северными Таежными районами Северной Америки, они ни малейших сомнений не взывают. Вот случайно такого не бывает. О чем это свидетельство? Это не значит, что носители алтайских языков просто язык арбедоти или хуга. Нет, конечно. Потому что все эти языки, все эти языковые семьи отделились значительно позже, чем заседалась Америка. Но это указывает на какие-то разные потоки, популяционные потоки, которые шли из-за Азии Америки. То, что сибирские каежные связи отдельные, фиксируются более северных районов, а степные отдельные, фиксируются более южных, в этом так опять начали. В этом никаких сомнений нет. Ну вот еще, я сейчас быстренько уже начну поворачивать, большая медведица бывает не только медведица, не только охотники, но и все мертвые персонажи, всем разбойникам, всем каких-то богатырей, не важно. И вот где это известно? Это известно континентальный Евразий, и дальше это будет Северная Америка, и особенно Великие Равнины. И вот таких вот таких сюжетов, связанных с Великими Равнинами, так, конечно, ужасный, ужасный аппарат, который с с Великими Равнинами подобных историй очень много. Еще один случай. Я думаю, что я сейчас буду заглубляться, потому что понимаю, что ваше внимание не бесконечное, что вы устали, и слишком много информации на пользу не подел. Вот помимо истории про то, как интерпретируются на звезды, во многих традициях интерпретируются как пятны на лунном леске. Но мы что видим на лунном леске? Ничего не видим. А в традиционных культурах на лунном леске что-то видим. Вот в тех районах, Африка, южнее Сахара, эндотехианская крайняя за южной Америка, обычно это видели пятны. Но это пятны, это следы ожога, краски, еще что-то, то есть пятны нет февротива. А в Кандидаре на Евразии, в Северной Америке, в Центральной тоже, там пятна были февротивы, какие-то образы, те или иные. И вот великий русский фельдарист Василовский в начале 19 века, он пытался отмечить новый сюжет, чтобы он мотив, и он считал, что мотив это то, что может возникать спонтанно, потому что он слишком простой, а сюжет это то, что ну как-то с цепочкой мотивов, мало ли реально, что он, например, нам возникнет на разных континентах, луни и компоненты. И вот он писал о том, ну вот что видит на Луне, и в Европе, ну не везде в Европе, ну скажем, Гременский, Гиннаве, вообще русский север. Ну что, понятно, девушка слева, девочка с ведомыми, которая пошла за водой, оказалась на воду. И если можно, не говорили, так вот в Новой Зеландии, мама говорит, видишь то же самое, там хина, но у нее не ведра, а у нее колебался с ногой, и она в засуну цепилась, вот она оказалась на Луне. И в Сибири где-то то же самое, за кустом уцепилась, сказал, ну нет, это спонтанно, значит, это мотив, и не все же. Но Веселовский, конечно, не мог составлять карту, рассказал. Вот что мы делим. Вот эта девушка с ведомыми, это вся северная враза, отдельно от Хиргизы и вахарцы. Ну это понятно, движение по этому колитуру, степному, горному, ну оно происходило всегда вплоть до современности. Не очень понятно с болгарами и македонцами, но и совершенно как воронкивским, но тоже не так далеко в конце концов. Румыны, японцы, там астрономарюки, ну ладно. А вот каким образом Новая Зеландия, это что такое? Сложная история, сложная, там не просто девушка, не просто ведро, язык устрано хватается, сюжет сложный. Этот сюжет совершенно сибирский, или тот, который на северо-западе поберег Северной Аминьки. Ну, объяснение видимо то, что Маури-то далеко, но попали-то они туда не дамы, попали они туда и сентральной полинезии, она сама тоже и что-то подобное не столь неркало. Но полинезийцы через Тайвань, общий шандон, опять-таки, все не так уж далеко, все где-то Манджири и восточные. Ну и дальше о северо-западе побережье, и дальше вот когда мы имеем такое распределение, это значит какая-то поздняя иммиграция, это не из-за селения Америки. Если только все не Америки и не везде, ближе к Бельгу-проливу, но какая поздняя? Вот это, что 7 тысяч лет, или это все-таки 10-12, но на этот вопрос я пока вам ответил немного. И вот еще что любопытно. Вот Сибирь там такая дырка. Это народы самодийцы. Это самодийская из-за этого семья, которая отдаленная родственная вина угрозка. Вместе они образуют угрозка. И никто не сомневается, что эти народы родственные. Ну, глубоко родственные, 5-6 тысяч лет, как и не менее. Но тем не менее, у самодийцев этого сюжета нет. Там шаманна у них совсем другая история. Но как так может быть? Вот параллели с Маури или с индейцами есть, а рядом угрозных самодийцев нет. И вот это очень важный пример. Дело в том, что мифология, материальная культура, язык, гель, они все передаются по разным каналам. И никогда не бывает полного совпадения. Вот никогда. Это просто невозможно. Это не значит, что они всегда не совпадают. Они могут совсем совпадать, а могут совпадать на 20-90%. Но они не обязаны совпадать, потому что, еще раз повторяю, это передается на разный. И вот что это значит у самодийцев? Языки немцы и ханты так отдаленно, но остальные. А представление лунных пятнах совершенно не похоже. То есть представление лунных пятнах свидетельствует о какой-то картине, которая гораздо древнее, чем время разделения и расселения народа уральского.